Ребята, всем привет, и с вами Эрчи, и это 14 серия похождений уже не только одного Николая Баскова, а Николая Баскова и его жены, сестры его жены, и его ребёнка, который носит не его фамилию, но я всё-таки надеюсь, что это его ребёнок. Так, в прошлой серии мы не успели переставить нашу люльку с ребёнком, и поэтому Коля дрыхнет на диване. Ну а что, спать-то хочется, его можно понять, у него был тяжёлый и рабочий день после свадьбы. Так, девушки нянчатся с ребёнком, и что-то, по-моему, как-то он не очень доволен жизнью. Почему они вот ничего не делают? Вы же женщины, вы должны уметь успокаивать детей, не Коля же это делать. Коля добытчик. Он пашет на работе, при том, что девушки, кстати, обе не работают. Ну ладно, мать, её можно понять. У неё ребёнок, она была беременна, но вот это-то... Кстати, она справляется со своими обязанностями неплохо. Так, значит, когда у нас ребёнок успокоится, мы сразу сходу сделаем две интересные штуки. Повзрослеем его и переедем. Да, я решил, что мы переедем в более просторную квартиру. Не знаю ещё куда, но точно переедем. Так, меня учат всему, потому что я ещё ничего не делал, не строил. Ну, нет, создавать свой участок мы не будем. Мы будем пока просто перетаскивать нашу люльку куда-нибудь вот в центр. Да, давайте её сюда перетащим. И посмотрим, что получится вот из этого... Вот из этого крохотного человечка. Получится ли вот такой вот хотя бы похожий на него хотя бы чуточку, я надеюсь. Потому что мы всё-таки до 100% не можем быть уверены в том, что это ребёнок от Коляна. Ну, я уверен, процентов на 97, наверное. Да, где-то так. Так, Коля, подъём! Ты будешь его взрослеть. Так, давайте сначала мы... Что можно поделать? Да, повзрослеть уже можно, но давайте мы его сначала... Попопопопа... Покачаем, а потом повзрослеем. Так, где сестра? Где сестра? Господи, сестра ушла спать на лавочке! Что за бомжиха? Рядом вон с урной. Ей места мало дома или что? Или она стесняется ложиться на нашу кровать? Мне её даже жалко. Коля, конечно, суровый мужик, но он не выгоняет женщин на улицу спать на лавке. Странно, ну ладно, хочет спать, пусть спит. На лавке. Не будем мешать. У нас есть более важные дела. Так. Другие варианты. Барабанная дробь. Будем взрослеть. Так... Олег взрослеет. Детство, творчество, без границ и детские капризы. Ваша жизнь игра. Выберите жуту характера и детскую... Жизненную. Окей, так. Что нам предлагают? Четыре штуки. Непослушный проказник. Вундеркинд. Светский львёнок. Творческое дарование. Ну, не знаю. Проказник у нас... Его отец. Даже как-то не уверен я, что будет интересно делать таким же абсолютно его ребёнка. Так. Творчество. Разговаривать. Вундеркинд. Давайте будет вундеркиндом. Почему-то мне хочется вундеркинда. Так. И черту характера. Добрый. Книжный червь. Искусствовед. Активный. Гений, что ли. Перфекционист. Обжора. Нет, жирным мы делать не будем его. Так. Столько много вариантов, я не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, гения, что ли, самая очевидная. Хм-хм-хм. Так, ну хорошо, давайте выберем гения. А теперь будем проверять. На кого похож ребёнок? Первое, это цвет глаз. Они у него вроде бы голубые, да? Смотрим на цвет глаз Коляна. Коляна, открой глаза. Что ты, как китаец? Так, ну у Коляна вроде бы такие же глаза абсолютно, да? Теперь смотрим на цвет глаз мамы. Так, мама у нас вообще мулатка, и глаза у неё вроде бы карие. Ну, судя по всему, это ребёнок Коляна. Похож? Нет, я в этом не понимаю. О, вот так очень похож, да. Хорошо, будем считать, что это Колин ребёнок, всё. Так, Коля. Да, потом, потом. Все поцелуи потом, Коля хочет спать. У нашей жены шаловливое настроение, но извини. Извини, дорогая. Коля сейчас не в духе. Сейчас мы немножко отоспимся. И затеем переезд. Так, у нас как раз работа аж через три дня. Отлично. Кстати, знаете, я ещё хотел поменять... А, нет. Мы сначала станем объектом презрения ещё двух соседей, а потом поменяем жизненную цель. Потому что уже надоело мне слишком вот этим заниматься. Ну, доставать людей. Мы, конечно, продолжим доставать людей, но не в таких промышленных масштабах. Не по 10 штук за раз. Реже, реже. Всё-таки Коля уже взрослый чувак. Можно сказать, старый. Уже как-то ему не к лицу. Все эти разборки. Но, но, но они будут. И никуда не денутся. Так, ребёнку нашему тут вообще делать нечего. Вообще. Только ящик смотреть. Так, давайте посмотрим у детей вообще что. Ага, он ходит, значит, в школу. Троечник! Почему по умолчанию наш ребёнок троечник? Я не понимаю. Ещё ни разу не сходили в школу, а нам пишут, что мы троечник. Ужас! Так, повысить два навыка до четвёртого уровня. Творческие, умственные. Так, предметы в режиме детская. Пойти в школу в возбуждённом состоянии. Ммм, окей. Мы попробуем. Так. Давайте-ка пусть читает книжки пока. Тут есть какая-нибудь учебная литература? По-моему, нет. Властелин качелей. Автор... Томпкен. Да. Ну, пусть читает «Кризис» в амбаре. Кстати, у него есть компьютер. А, у него тоже есть телефон? У него тоже есть телефон. Просматривать сайты безопасные для детей. Вот это раздел. Вот это... Такого в телефоне Коляна, наверное, нету. Я боюсь даже представить, какие сайты просматривает он. Так, наша... Кто на нам вообще приходится? Сестра жены. Это кто? Я не силён в этом. Сестра жены. Так, сейчас я прикину. У меня есть у кого-нибудь у знакомых сестра жены? Чёрт. Вроде бы... Нет, я вообще не разбираюсь во всех этих тёщах, деверях и прочее. Ладно. Она будет просто сестра жены. Получила навык фитнеса. Кстати, они у нас обе безработные. И неплохо бы сестре жены найти работу. Ну, что... Так. Давайте-ка... Нашу жену выгоним из-за компьютера. И заставим сестру искать работу. Потому что в компьютере, я надеюсь... Ну, хотя можно с телефона, но... Не знаю, мне кажется, в компьютере больше вариантов. Почему-то. Мне так кажется. Не знаю. Пусть идёт, готовит. А, мы даже не посмотрели, в чём она сильна. Давайте сначала посмотрим. Её навыки там и всё такое. Так. 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 Окей. Комедия, баяние, рыбная ловля, садоводство, скрипка. Угу. Что-нибудь музыкальное, что ли, поищем? Ну, давайте попробуем. Клипа. Так. Так. Исполнительница. Художница. Писательница. Ну, наверное, исполнительница, что ли? Сфера развлечений. Ну да, вроде бы оно. Массовик-затейник. Ну, хорошо, хоть не тамада. Ладно. Погнали. Начало работы в 9.00 через два дня тоже. У всех выходные, ё-моё. Ну, самое время для переезда. Кстати, надо быстрее переехать, потому что нашему ребёнку тоже негде спать. Он всё ещё читает, кстати. Молодец какой. Так, а может быть на компьютере мы успеем поднять ему какой-нибудь навык, нет? Нет. Упражняться в наборе текста. Ну-ка, давайте попробуем. Всё, завязывай читать, малой. Набор текста будет нам прокачивать какой-нибудь навык? Да, какой-то прокачивает, только какой? Интересно. Господи, он пишет на... На арабском, что ли? Что это за язык? Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, симский, но... Ага, навык моторики. Отлично. Отлично. А, и давайте посмотрим жизненные цели всех. Жизненная цель сестры-жены. Шутник? Не очень. А жизненная цель нашей жены шеф-повар. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, дорогая, упражняйся хоть целые дни напролёт. Так, чего ей хочется? Купить музыкальный инструмент. Никаких инструментов, пока мы не переедем. Сейчас проснётся глава семьи. И будет переезд. И всё на свете. Так, что ещё поделать бы? Предметы искусства давайте посмотрим. Так, сколько у нас денег-то, кстати? 20 тысяч. Ну, неплохо, с учётом того, что мы продадим, наверное, наш дом. И всё, наша барахлишко. Кстати, интересно, если мы продадим в режиме переезда наши вещи, вот эти всякие сумочки и прочее, что нам досталось по работе, тоже продастся или нет? Так, чего хочет наш паренёк завести новое знакомство? Так, надо запомнить, кстати, как его зовут. Олег. Олег Сидоров. Ох, ну вот его фамилия мне не даёт покоя. То, что у него фамилия матери, а не наша. Николи Баскова. Так, люди-то ходят уже, нет? Почему никого нет? 7 часов утра. Воскресенье. Ну, хотя, да. Все спят. Он уже не хочет заводить знакомство, и он уже не бодр. Но... Что это? Всё, Коля, подъём, мы переезжаем. Мы переезжаем, Коля. Так, 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 так. Так, так, так. Переместить семью. В таком доме мы жить больше не хотим. Да-да-да, привет-привет. Зачем ты нам нужна, я не понимаю. Ну, будешь нам деньги приносить в нашу семейную казну, и что ещё делать, я не знаю. Только деньги. Главное, чтобы она не нашла себе мужика, и не привела к нам домой. Вот. Нам ещё один мужик не нужен. Так, давайте смотреть. На самый... Крутой дом, который нам подойдёт. Подойдёт. Ну, конечно. Да. На такое у нас денег не хватит. 27 тысяч бюджет. Это с учётом или без учёта? Нашего дома и мебели. Так, 64. Вот в этот бы. Так, продать мебель. Кстати, мы можем переехать в этот дом без мебели. Ничего там, в мебели настолько денег, ужас. Так, ну, не знаю. А сколько стоит вот этот милый домик? Так, окей, если мы продадим. Минус 763. Нам немножечко не хватает. Немножечко нам не хватает, и нам надо немножечко заработать. Как нам это сделать? Учитывая то, что у нас два выходных. Скоро. Не знаю, переезжать, не переезжать, переезжать, не переезжать. Я прямо что-то вообще в замешательстве. Нет, ладно, давайте пока не будем. Накопим ещё немножко. И тогда уже точно переедем вот в этот вот дом, который вроде бы довольно неплохой. Так, главное сейчас-то, вот сейчас, что главное нам сделать. Это нам нужно, во-первых, ничего не покупать, потому что мы копим на новый дом. А нам нужны игрушки для ребёнка. Нам нужны кровать элементарно для него. Что мы будем жить, как бомжи все, что ли? В одной конуре. Прямо вообще дилемма, я не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Нет, ну нам тут мало, нам тут мало места. Или может быть просто... Да, хорошо. Я думаю, мы переедем в тот дом и обставим его по собственному желанию. В конце серии мы это сделаем. А как я буду этот дом обставлять и декорировать, я не знаю. Может быть, покажу этот процесс, если он будет не слишком долгий и скучный. Ну, а может быть... И нет. Покажу вам сразу целый готовый дом. Так-так-так-так-так. Девушка, уйдите. Ребёнку нужно пипи. Или кака. Так, а она потом будет чинить раковину. Ох, ё-моё. Ох, ё-моё. Татьяна взрослеет. Вас ждут осуществления мечт планирования пенсии и кризис среднего возраста. Отличное время начать выполнять свои жизненные цели. Господи, боже мой. Полина то же самое. Стойте, девушки, я посмотрю на вас. Кстати, я думал, она станет старой. Но они вроде бы не стали старыми. Нет, вот это вроде бы постарело. Что-то она мне не нравится совсем теперь. Уж сильно плохо она выглядит. Или она так и выглядела. Не знаю. Ну ладно, главное, наша жена вроде бы... Вроде бы не изменилась. Хорошо. Так. Нашему... Сыну, по-моему, очень плохо. Очень. Да, действительно, у него нет бодрости. Давай, иди спать. С батей. Так, Татьяна играет в игры. Так много симов, мне это непривычно. Я с одним коляном-то еле справлялся. А теперь их четверо. Так. Жена, 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 жена. Почини раковину, вот. Что ты мимо всё время ходишь? Похоже? Будем считать, что да. Ну вот, конечно. Стоит над душой. Смотрит. Помогла бы лучше. Так, дней до взросления 20. Это уже до старости, как я понимаю. Да совсем до пенсии. А, Коля у нас там молодой. Отлично. Так, девушки беседуют. Так, давайте пойдём смотреть кулинарную передачу. Так, так, так. Смотреть канал. Канал, канал, канал. Кулинарную передачу. Пусть повышает свои навыки. Она у нас хочет стать шеф-поваром, насколько я помню. Так. А вот этой девушке мы будем тренировать. Обаяние. И репетировать речь. Потому что она у нас шибко общительная. Так. Хорошо, все заняты своими делами. Колян проснулся. И куда он идёт? Ну, туда, куда он всегда и ходит. Нет. Стесняшки. Уйди-ка. Уйди-ка. Нет, Коли пофигу. Сел. Не обращая внимания. Что? Что? Не понимаю. Ему не идёт или идёт? Пошёл процесс? Да. Коля уже почти закончил. Я думал, он сел и ничего не делает, потому что стесняется. А он всё сделал. Так. Жена, просыпайся и готовь нам ужин на всех. То есть завтрак или что сейчас? Да, завтрак. Поздний. Подать поздний завтрак. Яйцо с гренками. Семнадцать долларов. Ё-моё. Ужас какой. Так, Коля. Так. Вот эту-то... Люльку нам, наверное, убрать уже стоит. Всё-таки. Продать за сколько мы её? Сто пятьдесят! Отлично! Где бы нам ещё достать денег? Учитывая то, что до работы ещё... Ого-го, сколько! А, ну ладно. Раз... Такая ситуация, можно воспользоваться ею и обчистить карманы... ...у каких-нибудь людей... ...и получить повышение на работе. Так, а наш Олег... ...пусть идёт знакомиться... ...с девчонками. ...с девчонками. Это мальчишка? Это мальчишка. Нет, мы будем знакомиться с девчонками. Симпатичными, конечно же. Так, а Коля будет их обворовывать. Да, точно, у вас будет тандем. Ребёнок будет... ...производить приятные впечатления на людей. Люди будут видеть, что Коля хороший отец. И после этого обниматься с ним. И как следствие... ...давать нам свои денюжки. ...производить приятные птицы. ...производить приятные птицы. Такой толпой. Почему она не хочет лечь в кровать с сестрой? Стесняется, что ли? Так, Коля, обними деда. Карманная кража. Ну-ка. Иди-ка к нам, дорогой. Да ну что ты за противный мужик. Фу! Таким быть. Прям я не знаю. Так. У меня есть... ...отличная идея. Мы, значит, пригласим к себе в гости... ...всех наших друзей... Ой-ой, Лидия постарела. Так, а где мужик? Да, и мужика. Почему у нас так мало друзей? И мы их обворуем. И может быть мы даже накопим на новый дом, нет? Ну, в смысле, не на новый дом, а на въезд с мебелью. Так, вот первый пошёл. Коля. Поднять настроение. У нас с ним совсем нету дружбы. Совсем нету. Так. Давайте-ка сразу действительно обчистим карманы. Сколько нам дадут денег? Сколько нам дадут денег? 114! Вообще нормально! Отлично! Так. А если мы обчистим... Эй, почему? Рано. Рано. Нет, всех подряд не обворуешь. Плохо. Очень плохо. Ну, пойдёмте перекусим тогда пока. И Олега тоже нашего накормим. Он как раз возвращается домой. Так, Коля, хватит с ней болтать. Всё, что нам нужно, мы от неё получили. Сколько народу, а! Сколько народу в таком маленьком домике! Нам срочно нужно... Нашу жилплощадь увеличить. Прям срочнее некуда. Кстати, я подумал, может мы без мебели даже въедем не в тот дом, где нам не хватает 700... баксов, а в дом, который побольше, где нам не хватает гораздо больше денег. Ну, да, сделаем поменьше мебели, победнее интерьер, но в будущем-то, может быть... всё-таки... разживёмся чем-то крутым. Так, воровать нам ещё не дают? Нет. Плохо, очень плохо. Да, главное для ребёнка, наверное, там понапокупать всего. Ребёнок опять хочет спать. Нет, давайте не пойдём спать, давайте... ребёнком пойдём исследовать... окружающий мир. Наверное, это... важно для детей. Да не наверное, а точно. Это что за... Что за... О, боже мой, наша жена такая же бесстыдная. Так, Коля, куда побежал? Коля, я же не тебя отправил копать камень. Или тебя. Нет, я отправил ребёнка, да, но Коля тоже побежал. Посмотреть, наверное. Ну-ка. Коля стоит на шухере, чтобы никто не увидел. Да, ему понравилось. Олег находит капсулу, интересно, а что внутри? Ну, давайте посмотрим. Так, а чё Коля его ругает? Коля, ты опух? Так. Домашнее задание. Господи, у нас есть домашнее задание в багаже. Капсула времени. Открыть. Мы находим что? Чаз Макфрилли? Окей. Какой-то, судя по всему, предмет. Ну, потом переместим его так. Коля спит на лавке. Нет, нам определённо нужно увеличение жилплощади. Определённо. И как можно скорее. Эй, сел рядом с батей делать уроки. Молодец. Вот она. Семейная идиллия. Батя спит на лавке. На улице. Ребёнок делает уроки. Ах. Боже мой. И полный дом гостей. Играть в лужи? А где мы лужу возьмём? Нашей жене хочется поиграть в лужи. К сожалению, вроде бы нету раковину мы починили. 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 Так, сейчас посмотрим, значит, сколько у нас денег останется при переезде в самый шикарный дом. Ну, самый шикарный из тех, что мы можем себе позволить. И если более-менее нормально, то въедем в него. Итак, этот, значит, тридцать девять тысяч, а вот этот шестьдесят четыре. Мы его смотрели, да? Так, если мы продаём свою мебель и въезжаем без мебели, то у нас остаётся шестнадцать тысяч. Шестнадцать тысяч. Так. Что мы можем купить на шестнадцать тысяч? Ну, минимальные всякие штуки и предметы, наверное, можем, я думаю. Плита, кухня. То есть, всё необходимое для кухни, всё необходимое для ванной, всё необходимое для детской и всё необходимое для спальни, да? Шестнадцать тысяч. Так, а если мы въедем сюда, продав всю мебель и въехав без мебели, а, девятнадцать, да, кстати, не настолько уж и больше, зато по размерам этот домик, по-моему, гораздо просторнее. Кстати, непонятно мне, почему такая разница маленькая. То есть, здесь тридцать девять и шестьдесят четыре, а остаётся у нас всего на несколько тысяч больше, если мы въедем вот в этот домик, который поменьше. Так, двадцать на пятнадцать, две... Хр, это кровати, наверное, две кровати, две ванны, две спальни, две ванны, а тут три спальни, две ванны. Да, мы переезжаем вот сюда, без мебели, как бомжи. Кстати, можно переехать со своей, да, мебелью? Нет. Мы всё продадим и въезжаем в абсолютно пустой дом и делать будем его с нуля. Ну что, погнали? Погнали. Итак, вот они мы, вот он наш новый большой, да и красивый дом. Рядом с детской площадкой, вы только посмотрите, отличное место, отличное место для нашего ребёнка. Ну и да, и совсем пустой дом. Так, давайте посмотрим на его крышу и стены. Вполне себе ничего, сзади даже небольшой вон садик. Прикольно-прикольно. Ну, не двухэтажный, но... Я думаю, нам вполне хватит того, что мы имеем. Отлично, отлично. Я, наверное, да, всё-таки без... Так, почему-то все начали куда-то срочно звонить. А, ну, конечно, делать нечего, все копаются в смартфонах. Ну ладно. На этом мы, наверное, закончим 14-ю серию, в которой было взросление нашего ребёнка и переезд. А в следующей серии, скорее всего, вы увидите уже этот дом и то, каким я его сделал, отстроил, его внутренности. Наверное, я не буду тратить на это время и записывать отдельную серию, потому что слишком много, слишком много времени, боюсь, на это уйдёт. Вот, так что до новых, скорых встреч в этом нашем новом, опять же, доме. С вами был Эрчи, если вам понравилась серия, как обычно, не забудьте жмякнуть лайк, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующую серию с уютной, я надеюсь, обстановкой и мебелью. А на этом всё. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok